Первый день войны. Жители Гастомеля сняли, как над городом пролетали два десятка боевых российских вертолётов. Это был десант противника, атаковавший аэропорт Гастомель под Киевом. Уже штук 20 пролетело. Не видно украинского герба. Точно российские. Пользователи соцсетей с начала полномасштабного вторжения России открыли свой информационный фронт. Показывают максимальному числу интернет-сообщества, насколько агрессивна эта война. Вот так ни по ком не стреляют, ребята. Только что жилой дом просто прилетел. Спустя почти 11 месяцев эти видео уже стали хроникой войны и документальными доказательствами зверств российских агрессоров на украинской территории. Жители Украины часто просто из окон своих квартир фиксировали, как летят самолёты и крылатые ракеты оккупантов. Становились свидетелями бомбардировок мирных городов. Сейчас покажу прилёт авиаснарядов. Тиктокеры, которые до 24 февраля 2022 года на своих страницах размещали ролики о своей жизни и путешествиях, после этой даты стали публиковать видео совсем другого содержания. Пылающие разрушенные дома, пустые магазины, условия выживания. Некоторые такие видео набирают миллионы просмотров и сотни комментариев. А на странице пользователей, которые показывают войну, как она есть, подписываются десятки тысяч человек. Вот лифт, вход. Вот 70-я квартира, я так понимаю, сюда. С первого дня войны украинцы стремятся показать всему миру то, что они сами видели ежедневно. Оно укрепляет общество изнутри. Внешне оно также передаёт серьёзные сигналы, потому что Тикток смотрят во всём мире. Некоторые соцсети видео с кадрами раненых, взрывов или военных действий блокируют как неприемлемое. Или как такое, которое содержит в себе язык ненависти и вражды. Но украинские пользователи научились обходить эти ограничения и продолжают вести свои хроники в социальных сетях.